Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Знаете, чтобы в чем-то преуспеть, необходимо это любить Вот когда вы любите, то есть у вас, допустим, как у меня, имеется любовь к знаниям Тогда естественные знания как-то к вам потянутся, и от них получится что-то полезное Вот нам постоянно новостя приносят, что тот человек там заболел Тот там покончил самоубийством, при этом там он лечился у психиатра Кто-то ему там шею мял или еще что-то там делал И причем это было много раз там, в смысле там, лечение в разных клиниках И толку никакого И я, вот наблюдая за всем этим, вижу такую тенденцию Если человек богатый и обратился вдруг сам с какой-то там проблемой в клинику К специалисту То его как клиента, богатого клиента Знаете, вот, ну буквально-таки подсаживают Теми или иными методами, теми или иными научными, так сказать, этими самыми И не отпускают до тех пор, пока они с него не выдавят все, что можно Так вот, вернемся к любви, к знаниям Вот я все вам рассказываю, что я делаю травник Сколько интереснейшего я узнаю Я до этого узнавал, но вот еще разок вам показываю Что я написал свой лечебник этот, траволечение Меня он не удовлетворяет А видите, интересная работа про траволечение Вообще ненужная для неучей И, к сожалению, неучей огромное количество Вступление такое сделали И я до этого сделал большую статью о полыне И вот мне просто самому хочется ее прочитать Ну а вы послушайте ее, не послушайте Либо там промчитесь галопом по Европам Ища что-то, чтобы вам такое сказали Вот, вот это вот делай Нету, такого нету К сожалению, излечиваются только те люди Которые по-настоящему хотят что-то познать Хотят работать над собой Хотят вникать в эту тему Ну и я почитаю вам вот, что я сделал Трава полынь Тем более сейчас у нас весна Рост буйный трав И не воспользоваться этим Это, ну, себе дороже Итак Полынь Полынь в истории первая В китайской, даосской мифологии Имеется остров бессмертных Пенлай На этом острове Те, кто откушает полыни С дивным ароматом Становятся бессмертными Полынь – одна из трав Упоминание которой можно встретить Среди папирусов древнего Египта Это 1550 лет до нашей эры Житцы Изиды Изида – это богиня плодородия и материнства Носили на голове веньки из полыни Очень хорошая вообще эта рекомендация Попробуйте, чтобы головных болей там не было И прочая нечисть, знаете, это сказать От головы отвяла Эфирное масло из семян этой травы Клеопатра использовала для получения туалетной воды Знали о ней и в Древней Греции Называли ее амброзией То есть пищей богов Они считали, что полынь повышает потенцию Дает удивительную сексуальную энергию Смотрите Какие сведения Для привлечения мужчин Опытные жрицы любви Натирались полынью Шили полынные подушечки Для вызывания обворожительной страсти То есть энергетика полыни А вот смотрите Само слово полынь Надо еще разобраться Я буду с этим делом разобраться Она говорит о жаре полынь То есть полыхало все Полынь Свойства Такие она имеет И естественно эти свойства Она передает Всему тому С чем она соприкасается Ну в данном случае Допустим с человеком Который ее там поедает Или еще что-то там делает И становятся такие вещи Я вам еще буду по ходу действия Кое-что разъяснять Ведь терпкий Острый Волнующий аромат полыни Притягивает И одурманивает Оставляет приятные ощущения И воспоминания Которые конечно еще Сочетаются с общением Противоположного пола С мужчинами Или с женщинами Ну вот это Это дорогого стоит Вообще-то Чтобы вы понимали Жизнь Чем ценится жизнь Жизнь ценится Положительными впечатлениями Которые мы От нее получаем Европейцы ее разводили В монастырских садах Еще в 9 веке Полыними настоями Укрепляли желудок У кого он слабенький А у кого слабый желудок Видите я сейчас сразу Много буду говорить У кого слабый желудок У того слабое здоровье Потому что для того Чтобы было сильным здоровье Необходимо переваривать И усваивать Если желудок Это не может делать О каком здоровье Может идти речь Усмиряет лихорадку Усмиряет лихорадку А лихорадка от чего Образуется Да она возникает От того что человек Заразился Какой-то Болезнетворной Микрофлорой Истребляет Червей Угнездившихся У чреви На Руси Полыни называли Божьим деревом Царской травой И использовали Как ранозаживляющее Кровоостанавливающее Средство Ох Не дай Бог Как будут времена Когда надо кровь Будет останавливать Ох Чтоб вы знали А то Бинтов у нас нету Того у нас нету Мы знаете При Как бы сказать Знаниях Которые Вывалены Для человека Он не может Ничего взять У нас не было Бинта Применяли ее При простуде Желудочно-кишечных Заболеваниях Зубной боли Ревматизме Малярии Малярии Я уже не говорю о том Что женщина Китаянка Получила Нобелевскую премию Найдя лекарство От малярии Рецепт которого Она Вычитала В каких-то там Травниках Несколько тысячелетий назад Эти Травники Были Написаны Китайские Малярии Та-та-та-та была Ну вот люди Уже и знали Как от нее избавляться А тут А мы Никак ничего не знаем При заболевании Печни Из желчного пузыря Потери сна Аппетита А также От глистов Ветки От полыни И виники Из нее Вешали В крестьянские Избы Подкладывали Под рогожи Чтобы унять Клопу И блох В старинных Травниках Полынь Упоминается В составе Зелье Против усталости Перед дальней Дорогой Рекомендовалось Выпить Полынный Настой И положить Веточки Полыни Травы Полыни В обувь Это уже Прекрасная Рекомендация Чтобы ножки Резво И без устали Бежали Прекрасная Рекомендация Ничего не стоящее Либо попариться В баньке Полынным Веником И подержать Ноги В полынном Отваре Второе Общее описание Трав Полыни Действие Этой травы Говорят Открыла Диана Что Артемидой Зовется У греков Отсюда Название Артемзия То есть По имени Богини Солерский Кодекс Здоровья Это Из него Так Род Полыни Артемзия Объединяет Свыше 400 видов Из которых В России Произрастает 174 вида Ну Можно Это пропустить Кое что Будем пропускать Чтобы не увеличивать Так сказать Продолжительность Видео Латинское название Полыни Артемзия Трава здоровья Была дано В честь Артемиды Богини охоты Плодородия Деторождения И врачевания Или от греческого Артемез Здравый Невредимый А Русское название Полыни От старорусского Глагола Полети Спалить Сгореть О Вот о чем Я вам и говорил То есть Она блатает Вот так вот Угненными Качествами В связи с этим Важно Отметить Что она Угнетает Сжигает Другие Растения Потому Растет Одна А раз Она Другие Растения Сжигает Она Образует В каком себе Ауру Которая Выжигает Разного Рода Вредные Бактерии Ну и Прочих Паразитов Алицена В Каноне Врачебной Науки Писал О лечебных Свойствах Полыни Полынь Полезна От холодной Головной Боли В виде Лекарственной Повязки Или Обливания Отвар Из нее Приносит Пользу От закупорок В носу И от Насморка То есть Можно промывать Но тут Дозировочку Надо подобрать Соответствующую Начните С самого Минимума Если будете Это делать Если Сидеть В ее Отваре Это Дробит Камни В почках И гонит Месячные Вот что Интересно То есть Энергетика У нее Мощная Энергетика Движения Вот сам Дух Важно понимать Что дробить Как дробить Если вы это понимаете Вы это используете А если вы не понимаете То Все для вас Знаете Какая-то Ерунда Он Он также Полезен От язв Матки И способствует Изгнанию Последа И плода В виде питья Или лекарственной Повязки Полынь Помогает При сжатии Матки Раскрывает Ее А также При затвердении Матки Вкус Ее Весьма Горик Кстати Полынь Самое горькое Растение В мире Горечь Ощущается Даже при разведении В Десять Тысяч Раз Лучшим видом Ее является Свежая полынь С желтыми цветами Свежая Полынь Свежая Из-за того Что там Находятся Вот эти все Фитонциды Вот эти Душистые Вещества Именно они-то И вызывают Работу С желтыми цветами Природа ее горяча Во второй И суха В первой степени Обладает Открывающими Свойствами Если смешать ее Сок с медом И дать выпить То это поможет При инсульте И желтухе Почему бы Не воспользоваться Этой рекомендацией Повышает Остроту слуха И убивает Глистул Вызывает Мочуиспыскание И месячное Вылечивает Геморрой И делает Лицо Блестящим Излечивает Застарелые Лихорадки Застарелые Лихорадки Это когда Настолько у вас Организм Уже Пропитан Вот этой Болезнетворной Микрофлорой Что она там В виде очагов Где-то имеется Один очаг Воспаляется Там Это самое Другой Утихает В результате Возникает Так называемая Субфибривная Температура Или же Застарелые Лихорадки Нет Аронизм Как бы это Подлил Немножко А потом Опять Возникает А тут Мы полыночком Их Протравим Значит Она Вылечивает Головную Боль А нет Но она Вызывает Можно тут Запятую Вставить Вызывает Головную Боль И если 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 Положить Сундук То Моль Не Тронет Вещи Если Растолочь Завязать В хлопчатобумажную Тряпку И положить Кипящую Воду А затем Приложить К глазу С кровоизлиянием Вот бывает Да Как вот это Кровоизлияние Рассосать Так Крово Рассосется Кстати Возможно Когда Кровоизлияние Внутри Черепной Коробки Чтоб Она Рассосалась Возможно Возможно Так Сказ В зависимости От того Какое Кровоизлияние Попробовать Примочку Из полыни Да Если Отжать Ту Трапицу То С нее Вытечет Кров Если 6 грамм Ее смешать С медом И дать При геморрое То поможет А также Окажет Пользу При трещинах Заднего Прохода Повальная Сейчас Это проблема Трещины Заднего Прохода Геморрой И так Далее Ну попробуйте Знаете Вот Мне Задаются Вопрос А вот это Поможет А вот это А кто Знает Поможет Или нет Пробовать Надо Разумно Пробовать Начинать С малой Какой-то Дозировочки И тогда Вы узнаете Ответ Будет Дан Вам А поможет Не поможет И вот так Практически Вешает Интернет А поможет Не поможет А поможет Не поможет Да Если 25 Десятых Грамм Ее свалить В воде Отвар Разбрызгать То она Уничтожит Блох Если имеется Блохи Кстати В окопах Допустим Блохи В ши И так далее Пожалуйста Взяли полынь Нарвали В водичке Сварили Разбрызгали Если же Сделать Окуривание То все Присмыкающие Покинут Дом Как оно Если маслом Полынь Смазать тело При телесной Слабости То поможет Вот это Интересная Вещь Знаете И пожилым Людям У которых Вот Ну Дряхлею Почему бы Не воспользоваться Вы знаете Я вот Вам не просто Читаю Там Прочитал Про Одуванчик Прочитал Про Чистотел Кое-что И прошел Уже Вот сейчас Я про полынь Все это Вам читаю Значит Вот этот Вот допустим Рецептик Я возьму Полынным Маслом Попробуем И не важно Все Тело Смазать Для начала Смазать Вот так Руки До локтей Ноги До колен Уже будет Ясно И видно Поможет Или не Поможет Ее сироп Готовят Так Возьмите 70 граммов Травы И размочите В воде В течение Суток А затем Сварите Отцедите Прибавьте 350 граммов Сахара Или меда И варите До сгущения А затем Употребите Я кстати Это делал рецепт Получается Вот такой Полынный Сироп Свойства Этого Сиропа Таковы Что он Поможет При болезнях Печени И желудка При уплотнении Селезенки Многие говорят А вот там что-то Селезенка Уплотнилась Какие-то там Закупорки Что, что, как Делать Пожалуйста И желтухи Которые возникают От жара Изгоняют ветры Из тела А ветры Что делают Ветры в теле Ветры в теле Это Закупорки У нас Просто-напросто Грубо говоря Стоит там Закупорка В тех же кишках Вот эта Пробка Из воздуха Хотя бы И помогает При колике Помогает Также При всякой Болезни Мочевых путей И выводит Камень С мочой А у нас Это Также Эпидемия С почками Пожалуйста Заменитим Ее Является Цитварное Полынь Так что Вот Вот они Будем говорить Перед вами Бери Применяй Не слушать Не читать Не хотять Среди многих Сотен видов Полынь Встречаются Лишь несколько Употребляемые Как пряные Травы У таких Видов Как правило Ослаблена Свойственно Всем Полынным Растениям Горечь А вот Эта Горечь Которая Кажется Поначалу Она Представляет Не столько Горечь Как бы сказать Переходящая В жгучесть Жгучесть Там И наоборот Усилено Ароматическое Начало Ароматическое Начало Это фитонциды На этих бактерий Действует На все Что там Лежалось Вот Чтоб все это Разрыхлить Надо подать Что-то такое Ароматическое С таким вот Движняком Это И служит Основным Отличительным Признаком Пряных Полынных Растений Наиболее Используемыми Видами Полыни Являются Горькая Обыкновенная Веничная Каменная Лечебная Морская Полевая Сиверса Таврическая Холодная Эстрагон Все они Обладают Целебным Действием Некоторые Из них Практически Лишены Ярко Выраженной Горечи Поэтому По-разному Воздействуют На организм Человека Их Применение Имеется Некоторые Отличительные Особенности Поэтому Мы не будем Спешить И начнем Свой разбор С полыни Горькой А я Разобрал И остальные Виды полыни Ну Я так Понимаю Это статья Как раз О полыни Горькой Ну давайте Значит Что такое Полыни Горько И как раз Я тут могу Кое-что Убрать То есть Я встречаю Множество Различных Источников Чтобы понять Лучше Взять Эту Информацию Значит Ну Семейство Сложноцветное Какие цветки И так далее Ароматный Запах Та-так Та-так Та-та-так Ладно Так Сбор Лекарствами Сырые Миллица Хорошо Развившиеся Но Не распустившиеся Корзинки И трава А также Корни Выкопанные Осенью Почему Не распустившиеся Корзинки Это как раз Вот сейчас Сезон Настает Когда они Возникают Но еще Не распустились То есть еще Сила Которая Имеется В растении Именно Животворящая Сила Растения Она еще Не выгната В корзинку В цветок Понимаете О чем Я говорю Когда она Выгонится В корзинку В цветок И так далее То есть Она как бы Уже Проработала А пока Она знаете Как давление Она вот Создает давление Но еще Не лопнула И не вышла Так Корни Не моют Сушат Или Затем Очищают Четко Из истории О полыне Горькое Так Самое горькое Растение В мире Я уже говорил Горечь Ощущается Даже при разведении В 10 тысяч Раз В древности Победителям Олимпийских Ихл Награду Подносили Питье С полынью Римляне Употребляли Ее настой Как средство Для укрепления Желудка А я сказал Вам Крепкий Желудок Это Ваше здоровье Желудок Не крепкий Все В Китае Считали Что если Носить В сандалях Свежие листья Полыни Тоже Восстанавливается Аппетит Вот интересно Даже вот так Влияет Путешественники По морю Полынь Путешественникам По морю Полынь Помогает Избежать Морской болезни При волнении Хорошо Понюхать Пучок Полыни Или положить Под подушку Скорее заснешь Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Смотрите Я как раз Вот тут Нашел Статью Про полыни Паринголка И это Так Опа Убираю Дальше У нас идет Сбор Химический Состав Так 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 Сбор И еще Разок Авиценна Считал Полынь Горькую Сильнейшим Противоядием И средством Для усиления Аппетита Вот что он говорил Это прекрасное И удивительное Лекарство Для аппетита Если пить Отвар И выжатый сок Десять дней Курс Десять дней В средневековом Медико В фармакологическом Трактате О свойства травм Автор Ода Измена Кстати я Вот этот Трактат Он написан В стихах Мне он попался И этот Трактат Я вижу Когда я читал Что смотрите Что там получалось Что Ну не так там Рифмовались Ну рифма Не такая была Как хотелось бы Ну лично для меня И Некоторые Знания Так как Допустим Работал Литератор Там С этим текстом Переводчик С этим текстом Они не понимали Они же грубо говоря Не специалисты По травм И я вот этот Ода Измена Написал Как стих Чтоб это Читалось И плюс еще С учетом того Чтоб Вот эти вот Знания Которые хотели Передать Нам Древние авторы В том числе Вот этот Ода Вот что он Писал Как Как бы ее Не принять Укрепляется Вскоре Желудок Как Как хотите Лучше Однако Трава Коль Отваришь С водой Дождевую А почему Дождевую Воду Я как И селезенки Поможешь Коль с уксусом Выпито Она Помогает Прекрасная Информация Знаете Вот это Просто я В восторге Во времена Киевской Руси Целители Хорошо знали Это растение И упоминали Его В старинных Травниках И лечебниках Свежий сок Полыни горькой Как Рано Заживляющее И очищающее От гной Средства Использовали В Киевской Полтавской В Винницкой И Воронежских Губерниях В виде Отвара Употребляли В Прикарпатии А водочный Настой Использовали В Полтавской Черниговской Вятской И Тамбуских Губерниях Полынь горькая Считалась И продолжает Считаться Великолепным Желчегонным И глистогонным Средством Ее широко Применяли При заболеваниях В печени Селезенки Воспалениях Мочевого Пузыря Почек Употреблялась И при бессоннице Кишечных Спазмах Если Кишечные Спазмы То это Как правило Запор Будет И вообще Кишечные Спазмы Взывают Боли В животе Как Возбуждающие Петит Средства Для этого Делали Травяной Сбор Брали По столовой Ложке Полыни Золототысячника Одуванчика Грамм Трижды В день Наружно Полынь горького Употребляли При опухолях Ушибах В виде Примочек И изводного Настоя А вообще Водный И водочный Настой Полыни горькой Лекаре Использовали Как эффективную Растирку Для суставов Ревматизм Выгоньте Мне Соли Из суставов Дайте Рецепт Ну смотрите Смотрите Читайте И мы С неврологией Люмбага В Вятской Губернии К полынному Настой Добавили Уксус Лучше Яблочный Уксус Виноградное Вино Или водку И уже Использовали Для очищения Гноящихся Ран Тем Кто Отправлялся В далекий Пешеходный Переход Рекомендовали Иметь при себе Горсточку Полыни Считалось Что она снимает Усталость В дальние дороги Горсточка Полыни Ну допустим В какой-то Мешочек Ее положили Полотняный И при себе Где-то там В карман И пошли Так Рекомендовали Мыть ноги Отвором Полыни Так же Вот Выдающимися Целебными Свойствами Славился Полынный Сироп Его готовили Просто Это несколько Иной Вариант 100 граммов Сухой травы Полыни Горькой Она продается В аптеке Залить Полтора Литра Воды Питьевой Воды Настоять Одни Сутки Затем Прокипятить 5-7 минут Процедить В отвар Положить 400 граммов Сахара Довести До кипения И кипятить До тех пор Пока не превратится В сироп И не загустеет Принимать По одной Столовой Ложке 3 раза в день При этом Отмечается Сильное Возрастание Аппетита Аппетит Это говорит о том Что Ваша жизненная Энергия Ваш жизненный Потенциал Восстанавливается Что указывает На улучшение Пищеварительных Способностей Полынный Сироп Помогает При болезнях Печени И желудка Уплотнение Селезенки И желтухи Изгоняет Ветры Из тела Помогает При колике При всякой Болезни Мочевых путей Выводит Камни С мочой Обязательно Сделаю Вот Обязательно Сделаю И начну Потреблять Помимо всего Значит Вот смотрите Как я готовил Тут так и написано Мой вариант Приготовления Просто залейте 100 граммов Сухой Измельченной Полыни Пол литрами А Пол литрами Меда Закройте крышкой И выставьте На солнышко Или на батарею Ну Где там Да На солнышко Через неделю Получится полынный Сироп С сохранением Всех полезных Веществ А То есть Еще проще То есть Не надо там Кипятить Ничего-то Такого Взяли Собрали Оп Оп Все Наши предки Считали Что полынь Носима На теле Охраняет Носящего Его От порчи И злых Духов Вот хотя бы Кунгуров Зная Вот это Бы Что его там Беспокоит Хотя бы Вот это Вот сделал Такую простую Вещь А почему бы И нет И посмотреть Как это Работает Полезными Свойствами Обладают Все части Растения Третье Свойства Действия И состав Полынь Горькая Богатая Эфирными Маслами Какими Ну тут Перечислены Все эти масла Они нам Особо не говорят Потому что Это все Надо смотреть Что как Работает Но тем не менее Я возможно Пройдусь Для себя Что такое Тайон Что такое Туйон Что такое Филандрес Что такое Азулент Что он действует Как действует То есть Все это Разбили на части А сложить До кучи Ума то И не это Да вообще Зачем Они там Травы нужны Так Значит Полынь Богатой Эфирными Маслами Которые По своим Свойствам Опережают Даже Ромашку И зверобой Кстати Следующий Видос Я сделаю О ромашке А потом И зверобой Ну Содержатся Там Витамины Значит Важнейшими Среди них Будут Горечь И горечь И полыни Горечь Полыни Обусловлена Наличием Апсинтина Артемизина Эфирных Масел Некоторых Полынь Алкалоидов Бетаина И Холина А мы уже знаем Из прошлого Алкалоиды Это Вещества С помощью которых Растение Защищается От Вредных Факторов Окружающей Среды То бишь Бактерий Там Разных Так Это Самое Полынь Горькая Обладает Противосудорожным Жаропонижающим Обезболивающим Кровоостанавливающим Антисептическим Антибактериальным И Общеукрепляющим Действием Ее Используют В качестве Сырья Для получения Камфоры Вот Интересно Камфора Что это за вещество Как оно действует Тоже Мы знаем А препаратами Та-да-да-да Получаем Из нее Даже лечат Раковые Опухоли И Наконец-таки Четвертое Применение Применение Сколько тут У-у-у Я только И к половине Не подошел Ну ладно Давайте Применение Сейчас мы напишем Вернее Я прочитаю И на этом Мы Видосик Закончим И вы будете знать Что В моем Личном Травнике То есть Это не вот этот Это гораздо лучше будет Который возьмет В себя там И вот это И вот это И еще Много 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 чего Вот и будет Настоящая вещь Итак Применение В народной Медицине Полынь Горько Применяет Как Желчегонное Желудочное Мочегонное Патагонное Успокаивающее И глистогонное Средство Поэтому Ее используют При Нервных болезнях Эпилепсии Как Средство Регулирующее Работу Желудочного Кишечного Тракта Ревматизме Экземе Проказе Ожогах Цинге Геморрои Геморрои У нас Имеются Вот эти шишки Это там Что-то Остановилось Зузки Крови Все это Там Понимаете Шишки Остановились Никуда Не идет Вот как раз Вот это А вот За счет Того Что Полынь Усиливают Циркуляторные Процессы Вот эти Шишки Начнут Рассасываться Вплоть до того Что Можно Небольшую Припарочку Вот Ткани Значит Допустим Ну Этот Марлечку Смочить В теплом Растворе Такой Концентрированным Растворем Полыни И только Хопа К этим Шишкам Приложить И посмотреть Как Да Так Геморрои Водянки Водянка Быстро гонит Из нас Грыжи Язвах Грыжа Тоже У нас Вот имеется Нечто Такое Что Что Не проходит И поэтому Дует Грыжу Язвах Воспалении Суставов Полиартрите Лихорадки Промыв Каран Против Заражения Крови При глазных Болезнях Ожирения Для усиления Энергетики И восстановления Сил Лечения Горячь Полыни Весьма Эффективно Против Гноеродной Инфекции В организме Помогает При бессоннице Восстановляет Обмен Веществ Исчезает Ожирение И лишний Вес Кнуров Кстати Там Все это Тоже В клиниках Чтобы Вот эти 20 килограмм Скинуть И так далее Обращение Ну еще раз Вот как Только Обращаться Более Менее Люди С деньгами Из них высосет Все При этом Оболванивая И толком Ничего Не помогая Ну вот Вот такой Вот это Когда все Слушаешь Ну просто Удивляешься Всему этому Является Эффективным Средством Для быстрого Выхода Из болезненного Состояния Особенно В период Восстановления После болезни Вот как Как В эти Снимает Почти Все Воспалительные Заболевания Особенно Эффективно При Бактериальных Инфекциях Пищеварительной Системы И половых Путей А это Основное Пищеварительная Система Заражена Одно Тут Дует Газы Газы У нас Да газы Это ерунда А потом Когда что-то Более Серьезное А началось Все с газов И половых Путей Ну Невоздержанность И прочее Прочее В половых Связях Вызывает Бактериальные Инфекции Естественно Половых Путей И в этом Даже нету Ничего Как бы сказать Какого-то Тайного Или Нечистого Или еще Что-то Такого Можно сказать Вот Просто-напросто Во время Полового Акта Идет Обмен Микрофлоры Между Мужчиной И Женщиной Что Вот этот Обмен Выявляется Тем Что Идет После того Как вы там Грубо говоря С красавицей Или с красавцем Побыли Опа У вас Воспалилась Половая Сфера И вы думаете Вот он Заразный Да нет Это просто Там обмениваете С Микрофлорой Ну Есть конечно И Плохая Еще Вдобавок Микрофлора И потом Попробовать Не избавиться Ее применяют При гинекологических Заболеваниях Простатитах Урититах Болезнях Кожи Желудка Кишечника Печени Поджелудочной Желези Почек И во многих Других случаях Используйте В виде Настоек Чая Отвара Прямочих Ванн Спринцевания Листьев Сухого Порошка Масла Пара Дыма И даже Пьют полынное молоко Если корова Обычно Ранней весной Съесть полынь И пошло Листья Как там Применяют Рецептура Настой Полынный Горький Полынный Чар Аппетитные Сборы И так далее Это корни Порошок Настой Это ванны Сок Интересный Сок Рецепт Для русского Царя Василия Третьего Отца Ивана Грозного Сок Полынный Смешать С медом И тем Помазуем Веки Тогда Светлость Очам Наводит О Видите Как Ха-ха-ха Ха-ха-ха Да Так Семя Полынное Тожит Рецептура Пошла Противопаразисторное Лечение Полынью Все Все Это было Как там Женщина Применяет Как При мочеполовых Инфекциях При простудных Заболеваниях То есть Все Акушерство Гинекология Онкология Полынная Водка Апсент То есть Все значит С рецептурой Все это Я Это самое Тогда еще Разобрал Для себя Просто Сейчас Слечаю Что можно Еще добавить А что нет И даже Предостережение Кому Можно А кому Нельзя Ну вот Такая Вот Интересная Значит Мой Мой Травник Я Значит Продолжаю Работать В этом Направлении Я Благодарю Вас За то Что Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Канала Благодарю Благодарю Благодарю